Зачастую, если игра про загробный мир, то она затрагивает ад с его демонами, бесами и другими инфернальными сущностями. Адские уорды демонов — это зло, с которым игроку предстоит сражаться. А сражаться с компьютерным злом любят многие. В этой подборке не будет медитативных игр, милых персонажей, душевных историй, в отличие от первой части. Только ад, только хардкор. Всем привет! Это команда XDelay, и прежде чем начать, хочется поблагодарить наших спонсоров с Boosty, YouTube и Patreon. Благодаря вам ролики выходят так часто. Обращайся в вас! Ад в Saints Row Get Out of Hell — это типичный мегаполис с небоскребами, торговыми центрами и запутанной транспортной развязкой. Только расположен он не шлавовых озер, окутанных серным смогом, всюду торчат острые скалы, а с парящих островов стекает раскалённая магма. В этом месте нет даже ни намёка на привычную в обычных городах зелень и растительность. Неупокоенные души бесцельно бродят по этому городу, имитируя прошлую жизнь. А по дорогам разъезжают ржавые и обгоревшие остатки машин. В целом, не такое уж и ужасное место, как отмечают герои. Даже в чём-то напоминает их родной Стилпорт. Главенствует здесь, естественно, сатана. Он имеет монополию на добычу с прибывших душ их грехов, которые в загробном мире являются местной валютой. Он же является катализатором всей истории. В какой-то момент дьявол решает выдать свою дочь замуж. А хорошей парой для неё будет человек, нанёсший больше всего хаоса и разрушения на Земле. Президент Земли, правитель Империи Зин, босс святых. Властелин Ада похищает его. А со спасательной миссией в загробный мир отправляются Джонни Гетт и Кинзи. Просто так к владыке ада не пробраться, и герои должны заявить о своём присутствии на весь загробный мир. А для того, чтобы сатана обратил на них внимание, они занимаются тем, что умеют лучше всего. Устраивают хаос и разрушения в его владениях. Сама история начинается как сказка. С книги с красивыми цветными иллюстрациями и расписными буквицами. Закадровый голос рассказывает о событиях игры так, будто читает историю детям на ночь. В какой-то момент игра решает, что она теперь мюзикл. Сатана начинает петь о традициях и предназначении, его дочь затягивает лирическую балладу о жизни в золотой клетке. Джонни и Кинзи сокрушаются о невозможности помочь боссу. Это смотрелось бы уместно в мультфильме от Дисней про принцессу, которая ищет своё место в мире. Но серия Saints Row — это про криминальные войны, массовые убийства и торговлю наркотиками. И песни тут не к месту. И абсурдны. Но это весело, и это основная суть игры. Загробный мир в Saints Row Get Out of Hell — яркий, нелогичный, жестокий, нелепый и весёлый. Никаких моральных дилемм, сложных выборов и раскрытия серьёзных тем. Только веселье, стрельба, взрывы и разрушения. Главная героиня игры Сенуа — воительница народа пиктов. Её возлюбленного, Диллиана, норды принесли в жертву своей богини Хель. Героиня хочет вернуть своего любимого и отправляется в царство мёртвых — Хельхейм. Там Сенуа сталкивается со своими самыми глубокими страхами и тёмными воспоминаниями. Она оказывается в окружении гнетущей атмосферы, тревоги и безысходности. Свинцовое небо давит на героиню, всё усеяно трупами, повешенные, утопшие, больные и убитые. Они повсюду, их тела гниют на полях и в ряках царства Хель. В этом месте они не покоятся с миром. В процессе путешествия Сенуа пройдёт все этапы принятия потери. Сенуа отрицает неизбежность потери любимого человека и отправляется за ним в загробный мир в надежде его вернуть. Она без устали молит богиню мёртвых вернуть ей душу любимого. Но не получив ответа, она то угрожает забрать её силы, то скатывается в депрессию. По пути девушка сталкивается с множеством врагов, охраняющих путь в чертоге повелительницы мира мёртвых. И никому из них не под силу остановить решительную воительницу. Но саму Хель ей победить не под силу. Приходится лишь смириться с неизбежностью смерти. Именно это девушке и придётся сделать. Пройдя через толпы врагов, Сенуа встречается с богиней мёртвых. И та скидывает девушку с моста, метафорически швыряя её в бездну депрессии и самобичевания. Это переломный момент для девушки, когда она начинает задаваться вопросами, зачем это и получится ли. Из этого состояния её вытаскивает голос Диллиана. Он же помогает ей пройти испытания, которые основаны на страхах и шокирующих событиях из прошлого девушки. Получив меч, выкованный самим Одином, Сенуа, кромсая врагов без устали, заряженная гневом, добирается до правительницы Хельхейма. Та, в свою очередь, пронзает воительницу её же мечом и бросает голову Диллиана в бездну. Голову, которую Сенуа взяла с собой и носила всё время на поясе. Буквально частичка любимого человека. Символ того, что ещё не всё потеряно и любимого можно вернуть. Но потеряв голову, Сенуа теряет и надежду. В конце концов, ей пришлось смириться с тем, что Диллиана не вернуть. Она отпустила его, избавившись от того, что тянула её в пучину горя, как камень тянет утопленника на дно. Буквально победила в схватке ту себя, которая не могла понять и принять смерть любимого. Сенуа принимает смерть Диллиана и двигается дальше, оставив его лишь в своих воспоминаниях, как светлый луч надежды, который способен вытащить её из самых тёмных пучин. За многие тысячи лет продуктивной работы без выходных и отпусков, мрачный жнец изрядно устал и решил делегировать свою работу, создав себе помощников. В дальнейшем, являясь по сути монополистом, смерть построила целую корпорацию для сбора душ, став в ней генеральным директором. Именно в офисах этой корпорации, Dead Inc., разворачиваются события игры Heaven is Death. Топ-менеджеры этой компании, Скорби, совсем отбились от рук. Перевернули баланс прихода и ухода душ, завалив смерть огромным количеством бумажной работы. Устав от бюрократии, мрачный жнец пошёл наводить порядок в корпоративном аду, который сам и создал. Смахнув пыль со своей косы, смерть отправляется по всем департаментам своей корпорации. Стихийные бедствия, промышленное загрязнение, физические заболевания – все эти и многие другие отделы специализируются на тех или иных способах получения душ. В каждом из них выстроена строгая иерархия от менеджеров низшего звена до руководителей. И в каждом из них своя собственная атмосфера и корпоративный дух. В отделе стихийных бедствий вечно бушуют лесные пожары, штормы, наводнения и другие катаклизмы. А в департаменте войны сотрудники ходят по стойке смирно, офисные помещения завалены оружием и боеприпасами, а девизом отдела является фраза его руководителя «Чтобы победить войне, нужно стать войной». Кроме очевидной тематики смерти, игра пропитана проблематикой и критикой работы как таковой. Все противники, кроме созданных смертью руководителей отделов, – души умерших людей, перешедших на службу к смерти. Как и все смертные, они устали от работы и жаждут только покоя, который им не суждено получить. В диалогах офисных работников корпорации «Смерть» часто можно услышать критику офисной работы. Кому-то кулер слишком близко к столу, а кого-то завалили бессмысленными отчетами. Сама игра в целом – это критика многих аспектов офисной работы, да и работы как таковой. Условия труда, работа ради работы, нехватка отдыха, выгорания – все эти темы подаются в юмористическом ключе, но от того не перестают быть серьезными. Фразу «На том свете отдохнем» придумали менеджеры Dead Ink, и ложная она не только в контексте игры Heaven is Death, но и в реальной жизни. А как давно вы были в отпуске? Делитесь в комментариях и не откладывайте это на потом. Отдыхайте на этом свете. Данте с Инферно повествует историю крестоносца Данте. Он возвращается с войны в родной дом, но находит там убитых отца и свою возлюбленную Беатрича. Не успел он оплакать смерть любимой, неожиданно появившаяся темная тень уносит ее душу, и герой отправляется за ней прямо в ад. Одним из аспектов игры являются грехи и порочность человеческой природы. Грех – это строительный материал ада, а сами грешники буквально являются частью ада, слившиеся в стены, вросшие в деревья, кипящие в крови. Каждый крик, каждый поступок, каждое страдание – это малая часть этого ужасного места. Разработчики игры вдохновлялись средневековым произведением «Божественная комедия». Ее создатель, поэт Данте Алигири, многое подчерпнул из древнегреческих мифов о загробном мире. Из античного фольклора перекочевали концепция переправы душ через мифологическую реку. Перевозчик этих самых душ в лице Харона, Цербер, разрывающий плоть грешников, Фурии, охраняющие стены города Дид и многие другие легендарные персонажи. В свою очередь, разработчики игры, словно керамическую вазу, разбили средневековую поэму, а потом из осколков вновь собрали вазу, но совершенно другую. К примеру, Харон из перевозчика душ превратился в огромный корабль, конечно же, сохранив при этом функции, возложенные на него изначально. Царь Минос приобрел вместо ног щупальца, а в обмен на зрение получил удивительный нюх, способный выявлять грехи душ, попадающие на его суд. А Цербер, трехглавый пес, охраняющий вход в царство мертвых, в Данте с Инферно не пес вовсе, а три вечно голодных червя, выползающие из огромного человеческого тела. Проходя круги ада и сражаясь с самыми жуткими обитателями и стражами преисподней, Данте сталкивается и с собственными грехами, постепенно осознавая, какое зло он творил. На протяжении всей истории Данте нещадно уничтожал орды демонов, побеждал огромных боссов и даже в схватке с самой смертью вышел победителем. Все это для того, чтобы спасти любимую Беатрича. Но девушка, испытав предательство любимого, не сильно хочет, чтобы ее спасали, и готова выйти замуж за сатану. И для Данте это самое сложное испытание – заслужить прощение любимой. Главный герой игры – Гарсия Хоцпур, мексиканский охотник за демонами. Иллюстрация слова «мачо». Брутальный мужик с татуировками и в кожанке, который лечится алкоголем и побеждает врагов чуть ли не голыми кулаками. Правитель ада, Флеминг, похищает его девушку за то, что тот перебил огромное количество потусторонней нечисти. Гарсия отправляется в царство мертвых, дабы спасти свою любимую Паулу, и показать Флемингу, что так делать не надо. В этом непростом приключении ему будет помогать демон Джонсон. Его изгнали из ада, и теперь у него свои счеты с его обитателями. Он проводник по миру мертвых, он же факел, он же мотоцикл, он же огнестрельное оружие, он же знаток всех похабных анекдотов. В аду героя ждет много демонов, от мала до велика, и разнообразные боссы. Но главный враг — это темнота. Во тьме у героя убывает здоровье, а противники, наоборот, становятся сильнее и здоровее. Осветить себе путь и припугнуть нечисть можно факелом, а разогнать мрак можно, разбивая барельефы с козлиными головами. Загробный мир встречает игрока атмосферой исторического района любого европейского городка. Уютные улочки, узкие подворотни, каменные мостовые и готические башни. Только все это великолепие украшено насаженными на колья повешенными или просто сброшенными в телегу человеческими останками. Кучами биомассы, растекающейся по мостовой, сочащейся из каменных стен кровавой жижей. Ну и, конечно, толпами демонов, готовых разорвать главного героя и украсить его останками стены. На контрасте с инфернальной мерзостью и ужасом показываются детали жизни демонов и их, скажем так, человеческой стороны. Они ходят в бары и стрип-клубы, всюду расклеены афиши увеселительных мероприятий. В загробном мире даже проводят выборы, правда, лишь с одним кандидатом в лице Флеминга. Помимо враждебных существ, есть и те, которые готовы поторговаться. Торгаш Кристофер готов предложить полезные предметы взамен на алмазы, которые он сразу же с аппетитом и без стеснения сожрет. Живые двери с радостью откроются, если герой принесет им в дары органы поверженных врагов или клубнику. Да, живые двери младенцы любят клубнику. Почему? Мы не знаем. И весь загробный мир в Shadows of the Damned такой. В нем гармонируют абсурд и жестокость, красота и мерзость. О игре можно задать много вопросов, но на большинство из них никто не ответит. Пишите в комментариях, какие еще игры про ад мы пропустили. Спасибо всем, кто досмотрел, поставил лайк и подписался. Отдельная благодарность нашим спонсорам с Бусти, Ютуба и Патреона. До скорых встреч на канале XDelay.